Добрый день, дорогие друзья! С вами Талинский Огородник и я Елена. Хочу показать своих королей, моих двух лошадок. Это цимбидиумы. Вот такие вот красотули. И вот это вот орхидея сюрприз. Реанимашка, купленная в сентябре, по-моему, в октябре 2017 года с тремя бульбами. И хочу показать свой результат. Видео про него есть, где там маленькие-маленькие бульбочки. Три штучки. И две потом еще. Купила я тогда два. И вот выжил у меня только один с тремя бульбами. Эти бульбы были маленькие-маленькие, тоненькие-тоненькие, худенькие-худенькие. Ну, новые росты были. И сидел он этот маленький-худенький-худенький. Вот сначала вот в этом горшочке. За зиму мы с трудом наращивали корни. С трудом мы наращивали массу. Но как-то потихонечку-потихонечку он приходил в себя. Начались появляться первые корешки. И весной, я так подумала, я хлора, но я на нее и подписана была, и выпустили, Елена выпустила видео о цимбидиумах. И я решила для себя, что я их отправлю весной на улицу. До конца там, до осени, скажем. И когда пришло время весны, сначала мне было жалко, и я его выпустила на улицу, только отправила гулять. В начале мая, когда уже температура была 19-20 градусов, я его отправила на вольные хлеба гулять. Ну, конечно, там я его подкармливала. Подкармливала, я его вложила сюда вокруг гранулы куриного помета. И успешно он у меня сидел. Весной я его пересадила, извиняюсь, пересадила, да, потому что уже мы нарастили, уже здесь упирались. Вот эта вот одна бульбочка упиралась, вот эта вот упиралась, да, тут даже вот как-то вот видно, что одна бульба упиралась у меня в край горшка. И я его весной пересадила и отправила, значит, на вольные хлеба гулять на улицу. На что он выбрал, набрал такую вот еще побольше массу этих бульб, выпустил мне вот эти вот три ростика еще. Вот они уже такие крупные, красивые. И думал, ну все, отсветения не будет, да, в следующем году. Но нет, эта бульба решила меня порадовать и выпустили нам один цветонос. Не показывала его раньше, так бы я решила, вот пока не раскроется. Вот этот вот цветочек сегодня только вот дораскрывается еще, но еще не до конца. Вот эти вот, последний цветок сегодня вот как-то, ну еще не до конца, но раскрылся. И как я за ним ухаживала. И летом, значит, они у меня стояли на улице. И периодически, иногда я его опрыскивала по краю горшка, когда не было, тут было суховато. Я его опрыскивала HB-101, как он привык. И периодически я их обрабатывала от насекомых, от всяких вредителей. Это раз в три недели. Это у меня была обязательная профилактика, потому что я боялась, что вдруг кто-то там заживет, начнет жить, а покусает или еще что-то. То есть, как наседка, я над ними сидела там, когда приезжала к маме, я сразу бежала к ним и проверяла, как они себя чувствуют. Потому что мама один у меня залила, такой крупного мальчишку я купила, большого цимбидио, и она у меня его залила. Но к этим мама не подходила. И вот такая вот красота у меня получилась. Конечно, мама периодически там, когда поливала огород, и на них что-то попадало, когда было очень-очень сухо. Но вот такая вот красота у меня получилась. Этот цимбидио у меня куплен уже в 2018 году, в конце зимы, где-то в начале марта. И я его успешно тоже в апреле, в апреле я его пересадила. И они у меня вместе отправились гулять на улицу. Это были вот три вот эти вот бульбы. Вот здесь был цветонос на этой бульбочке. Вот здесь вот я его обрезала, когда домой приехала. Вот. И я его сразу посадила в этот горшок, так как думала, что сейчас этот разрастется у меня. Навырос, чтобы не беспокоить лишний раз их. И вот он мне выпустил сначала вот эти два роста. Вот этих вот два. Они уже за лето вот такие вот у нас пожелтели немножечко, так как. Сейчас у мамы Света там им не хватало. Они стояли внизу на первом этаже, около прохлади. Вот. И, значит, вот здесь вот, наверное, еще цветоносик сейчас пойдет. Я так думаю. Вот он. Тоже стояло на улице. Здесь корни, слава богу, было только внизу. Там, ну, так как они были испорчены, стояли в маленьком горшочке и в воде. И поэтому, как бы, внизу корни у нас немножко попортились. Ну, я его пересадила, корневином пообработала. HB-101 мы проливались иногда. И тоже было здесь положено куриного помета. За лето они все съели. Ну, так как куриный помет, он немножко попахивает. Поэтому я лучше их летом буду обкладывать. И вот. Ну, третью лошадку я, конечно, привезу. Так как сейчас появился стеллаж. И надо немножко освободить для третьей лошадки подоконник. Сейчас вечером у них подсветка. И вот такая вот красота. Вот тут еще тоже даже не до конца распустился. Последний цветочек. Но я считаю тоже, что как бы вот один, один все-таки цветонос, это уже результат. Для меня это очень большой результат. Что особенно, если брать вот этот вот, с 17-го года мы с ним возюкаемся, ухаживаем. И вот он все-таки отблагодарил. Молодец. Но как было мое удивление, когда цветонос пошел с такими темно-темно-красными цветами, и я уже поняла, что будут красные, как я и хотела. Но они, блин, у нас так дорого стоят. Они стоят почти 40 евро. И когда вот они отцветают, стоят уже, они по 5 евро продают их. Ну вот уценки вот у меня вот эти вот по 5 евро. Этот вообще за 3 евро был купленный, непонятно убитый вообще напрочь. То есть были здесь две бульбы, плюс еще вот этих вот новых в три роста, которые сейчас уже, конечно, вот такие уже большие взрослые бульбы. И вот у нас на солнце мы вот так вот у нас получилось темные такие. Ну еще, может быть, из-за того, что еще и цветы такие темные, все-таки дают это о себе знать. Вот, но я подумала, что я его, наверное, сожгла, потому что солнце у нас палило с утра. У него были солнечные прямые лучи. С утра, значит, с 5 утра и до 11, до 12 дня. И потом уже где-то в 6-7 вечера опять же-таки на них падали немножко солнечные лучи. То есть вообще им было классно. Мама живет там рядом с морем. И там, если даже будет сильная жара, то ночью или ведь поздно вечером думан. И обязательно каждое утро у нас там роса. То есть им вообще это нравится. Огромное большое спасибо каналу Орхи Флора. за ее рекомендации, за то, что она делится своими советами, как выращивать эти цимбидиумы. По ее рекомендации и советам я вот вытащила их на вольные хлеба. И они у меня гуляли до сентября месяца. Потом я их занесла к маме туда, в прохладное помещение, пока мы здесь делали ремонт. И мне некуда было потом их в итоге ставить. Сейчас появился третий стеллаж. И можно уже их на подоконник, их незаконное место. Сейчас они у меня стоят под подсветками вечером. И обязательно, когда я сейчас привезу третью конягу свою, я обязательно ее покажу. Так как там уже два цветоноса у нас. Ну, такой был вообще беспроблемный, желтый. Вот такие вот у меня новости. Вот такие вот у меня красотуны. Всем большое спасибо за внимание. Всем удачи. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok